Христос Воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 1 мая, неделя вторая по Пасхе, Антипасха. Православная Церковь совершает празднование Максимовской иконе Божьей Матери. Максимовская икона Божьей Матери написана в 1299 году по видению святителю Максиму Митрополиту Владимирскому, который прибыл во Владимир для перенесения из Киева первосвятительской кафедры. На иконе изображена Божья Матерь в полный рост с предвечным младенцем на руке. Перед ней стоит митрополит Максим, принимающий из ее рук святительский омофор. Явление Максимовской иконы Божьей Матери совершилось в трудное время для Русской Церкови и нашего Отечества. Более 60 лет Русская земля находилась под игом татаро-монгольских завоевателей. Печальным и тяжелым было положение Русской Церкви. Храмы и монастыри разрушены, иконы и книги расхищены. Народ стал забывать христианское вероучение. В такие тяжкие времена Господь не спосылал особых людей для управления Церковью и русским народом. Таким был первосвятитель Русской Церкви митрополит Максим, которому было даровано чудесное видение Божьей Матери. Церковное предание о чудотворном образе Божьей Матери, именуемом Максимовским, гласит следующее. Икона сия написана по видению во сне Максиму Митрополиту в 1299 году, что видно из следующей надписи, находящейся на этом образе. Сей святый и чудотворный образ Пресвятые Богородицы написан бысть в лето 6807 по видению Максима Митрополита Киевского, гречанина родом, икда ему пришедшу от Киева во Владимир, и от путного шествия в кельи своей, мало уснув, абия видит, яка на яве свет велик и необычен. И в том свете явися ему причистая Дева Богородица, держащая на руку привечного младенца, и рекла «Рабе мой Максиме, добре сотвори, яка пришел, если сема, посетите град мой». И, подав ему Амафор, рекла «Приимись, Амафор, и паси в ограде моем словесные овцы». Он же, прием, возбудился от сна и в келье, никого же видя, «А Амафор обретеся в руце его». Он же страхом объят бысь на мног час, абия поведа великому князю Андрею, и построиша ковчег злат, и положиша в него той Амафор, и прославиша сие чудо по всей русской земле и в Палестине. Амафор же во время безбожного царевича Толыча, «Игда плени град и разори, где скончайся, неизвестно». Упомянутый в надписи «Великий князь Андрей, сын святого Александра Невского». В видение Божия Матерь вручила святителю Амафор, который проснувшийся митрополит увидел на своих руках. Явление Пресвятой Богородицы было знамением небесного благословения на перенесение митрополии из Киева во Владимир. Амафор, переданный Матерью Божией, хранился во Владимирском Успенском соборе 112 лет. В 1412 году, во время нашествия татар, Амафор был скрыт ключерем собора Патрикием, замученным татарами. Максимовская икона Божией Матери была установлена в Свято-Успенском соборе Владимира над местом, где после своей блаженной кончины был погребен митрополит Максим. Впоследствии эта икона прославилась многими чудесами и стала Всероссийской святыней. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Иоанна Солунского, ученика преподобного Григория де Каполита, мучеников Виктора, Зотика, Зенона, Акиндина и Севериана, святителя Косьмы-Исповедника, епископа Халкидонского и преподобного Авксентия, мученика Иоанна Нового из Янины, священномученика Виссариона Селинина Пресвитера, преподобномученицы Тамары Сатсии Игумени. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос!